Сегодня Чувашия отмечает главный государственный праздник, День Республики. В этом году основной площадкой, помимо Чебоксар, стал Янтиковский район, который выиграл конкурс на право проведения главных мероприятий праздника. К торжеству жители села готовились основательно. По традиции, сегодня открывали новые объекты и показывали гостям все самое лучшее. Репортаж из самого праздничного района подготовил мой коллега Дмитрий Ковалев. Район, который наравне со столицей по хозяйски принимает главный праздник Чувашии, уже за годы торжеств превращается в одну большую стройку. Если в День Республики открываются новые объекты, значит это кому-нибудь нужно. Нынешним летом село Янтиково преобразилось до неузнаваемости. В районном центре проложили новую дорогу. Старая трасса уже давно превратилась в полосу препятствий. Кочка на кочке, яма на яме. Впрочем, это уже в прошлом. В селе были отремонтированы и многоквартирные дома. Все они были построены в советское время. Где-то проходилась крыша, где-то сгнили трубы. Коммуникации заменили, фасады покрасили. Теперь здание словно с картинки. Открытие фельдшерско-акушерского пункта для небольшого села – событие тоже поистине грандиозное. Раньше врачи работали в сложных условиях. В старом здании не было даже отопления. Зимой здесь приходилось топить печь. Сейчас созданы условия для работы. Медики готовы с новыми силами оказывать пациентам самую качественную скорую помощь. ФАП обслуживает два населенных пункта. Проживает здесь более 300 человек. Оборудование в процедурном кабинете, в кабинете приема фельдшера, в кабинете хранения лекарственных препаратов, для персонала тоже отличный кабинет. Мы будем за три года открывать 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Хотя эти объекты не такие мощные, огромные, но взять для жителей любой деревни, любого населенного пункта, конечно, это очень значимо. Чтобы своевременно медицинские работники отрасли здравоохранения могли оказать своевременную медицинскую помощь. Пока в сельском ФАПе работает только один фельдшер. Про таких говорят мастер на все руки. Квалифицированный врач не только рецепты выписывает, но и роды сама принимает. От вас что мы требуем? Оказание качественного услуга? Сколько здесь работников у вас? Одна. Одна? Попробуем. Ну, в дальнейшем предусматриваем санитарку, и дадим сейчас в помещении. Здоровая нация готова развивать село. Недавно на базе крупной агрофирмы района возвели новый телятник. Для молодых бычков это все равно, что пятизвездочный отель. Обслуживают их здесь по высшему разряду. На ферме всегда соблюдают идеальный для животных температурный режим. Вентиляция, естественно, шахтная открывается. Самое главное, работники, телятница, там бывает, полна закрывает везде и всюду, чтобы телятам не было холодно. Это тот же самый организм, как мы хотим. Свежий воздух, чтобы было комфортно. Тоже самое же эти телята. Вот примерно сейчас как, вот здесь всегда круглый год, и зимой, и весной, и осенью такой климат должен быть. Подобные инновации на селе уже не роскошь. Каждое хозяйство Чувашии старается приобретать новую технику. Современные модели комбайнов и тракторов каждый год выставляют на показ на площадках Дня поля. В агроотрасли готовы к экспериментам. Недавно на полях республики начали испытывать вот этот агрегат для более глубоких посевов. В этом году пробуем, оценим, ну, хорошая у нас общая сложность, где-то 3000 гектаров. Ну, это технология, где-то половина, наверное. Это тоже новая разработка. Комбайн с мощным двигателем и более универсальной жадкой. С ее помощью с полей возможно убирать даже самые низкорослые травы. Сейчас при слабых сходах яровых это устройство может зарекомендовать себя. Трактора на гусенице тоже пользуются спросом, говорят участники выставки. И расход топлива самый минимальный именно на гусенице, на метро ширины захвата любого агрегата. Перед веков района чествовали на главной сцене. Грамоты и дипломы вручали аграриям, медикам и учителям. Но виновниками этого торжества стали не только они. Эффектный концерт украсили номера уроженцев района. Именно здесь родились известный дирижер Морис Яклашкин и композитор Николай Казаков. Благодаря им слава о чувашской культуре гремит везде. Национальный язык теперь изучает и депутат Госдумы. Я депутат Чувашской республики, соответственно, я считаю нужным изучать чувашский язык. И мне он очень нравится. Я считаю, что молодежь обязательно должна его изучать и принимать традиции и культуру. Высокие гости привезли на праздник еще одну новость. Скоро в Янтиково начнется строительство нового детского сада. Селу он необходим. Сейчас очередь ощутимая, но сократить ее полностью удастся уже скоро. Средства из федерального бюджета будут выделены в ближайшее время. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика.